Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мой гость Марина Устинова. Марина Устинова, член Американской Академии Антивозрастной Медицины, специалист по эстетической медицине с 20-летним стажем, автор книг, посвященных омоложению организма, преподаватель йоги, работала журналистом в Голливуде. Друзья, у меня для вас сегодня подарок. У нас уникальный гость, как обычно. Я стараюсь выбирать тех, кто вас действительно удивит. Сегодня у меня в студии Мариночка Устинова, моя дорогая. Вот смотрите, она, скромность когда раздавали, она стояла за красотой как раз в эту секунду. Вот она показывает свои курсы йоги, свои книги. Сейчас мы все подробно расскажем, а сейчас пока давай поздороваемся с тобой, как обычно, и настроимся на позитивную волну. Абсолютно. И мне бы хотелось пару слов о Наташе тоже сказать. Это моя подруга, это моя коллега. Книги, которые читают люди за рубежом, моя любимая книга. Жена-любовница, любимая. Спасибо, дорогая. Так я ее узнала как профессионала, как женщину. И это человек, ради которого я здесь, так же, как и ради тех людей, которые мы любим, которым мы служим. И многогранность твоего таланта привлекает людей, будет привлекать. И мне очень приятно, спасибо большое. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Сейчас я буду хвалить Марину, потому что у нас действительно уникальная возможность вам рассказать о том, что чудеса в этой жизни происходят, потому что мы сами их, наверное, наметили и сами сделали все, чтобы они произошли. Марина буквально позвонила мне неделю назад, сказала, что ей хотелось бы со мной познакомиться. Так получилось, что у меня как раз были съемочные дни. Она села в самолет и прилетела к нам на секундочку из Голливуда. И именно сегодня я буду ее пытать, как американские женщины следят за своей красотой. Что они делают для того, чтобы не стареть и нравиться своим мужчиной. Как они справляются с комплексом, с этими пятиминутками скорби у зеркала, которые у каждой из нас чаще всего бывают после 40-ка. Все секретики раскрывают не вузу, но кое-что поделимся с нашими любимыми зрителями. А почему не хочешь все секретики рассказывать? Не пойму. Как Шахерезада. Я думаю, что потому, что она хочет, чтобы мы ее пригласили в эфир еще раз. Расскажи мне, вот ты преподаватель йоги. И не просто йоги, а антиэйджингивой, то есть противовозрастной, антистарение. У тебя просто в прямом смысле, скажем так, идея фикс была на то, что ты не будешь стариться, и пока все идет нормально. Я смотрю, что мы не будем говорить, сколько Марине лет, но далеко не 16. Йога, любая йога является способом омоложения организма. Вне зависимости от того, какая это антиэйджинг или не антиэйджинг. И меня вот к омоложению, технику омоложения... У тебя написано, специалист антиэйджингивой. Это сама я создала, это крии по стимуляции. Что это имеется в виду? Это крии, которые я собирала по всему миру. Они предназначены для стимуляции гипофиса и пифиса. Очень простые упражнения, с которыми... Вот, кстати, вот здесь вот на DVD они изображены. Это DVD продавалось в России, сейчас только вот она у меня. Три года на рынке был это очень успешный проект. Вот здесь вот крии для стимуляции пифиса и гипофиса. 35 минут для занятого москвича или москвички, или женщины из Рязани. Женщины по всему миру это делают для того, чтобы простимулировать главный гормон своего тела. Наше тело это фабрика, Наташа. Фабрика, которая продуцирует гормоны. Ну я доктор-психотерапевт, я понимаю, что ты говоришь. Кто менеджер на этой фабрике, кто директор на этой фабрике? Кто? Кто? Ну кто, мозг, сердце, гормоны, кто? Вот ты мне скажи. Ну, наверное, играй гормоны в любом случае. Один сегодня выступает, завтра другой. А в гормональном фоне кто главную песню поет? Ну не знаю. Сертонин, удовольствие, наверное. Гипофис и пифис. Так. Вот они продуцируют все эти гормоны удовольствия, радости и молодости в том числе. Вот эта вот крия, вот эта йога, она предназначена для того, чтобы вдохновить нашего главного менеджера нашей фабрики. Расскажи мне все-таки, какие секреты? Что, если у нас любая мышца нуждается в подзарядке, получается, что и тело наше, и душа наша иногда нуждается в каких-то тренировках? Вот ты упомянула то, что я пришла к умоложению, к техникам, из-за своих желаний женщины не стареть. На самом деле все было не так. Я просто, мой бэкграунд это дерматокосметология. И я начала с аспирантуры, потом это была частная клиника моего супруга. Я постепенно росла, росла. Моя последняя позиция это ассистент президента Американской академии антивозрастной медицины. Ну, понятное дело, что даже те ребята, которые обслуживаются у нее в Голливуде, никогда в жизни она не признается кто, да не будем мы ее пытать. Потому что всех она называет своими друзьями. Ну, йогой-то ты занимаешься с ним? Меня один раз с работы уволили. Упомянула с имя звезды на интернете. И меня из-за этого уволили с работы. Представляешь, это правда была такая история, но я все равно тебе это расскажу. Но вот это как раз то, что я не могу рассказать нашим зрителям. Так вот я хочу сказать, и вот постепенно, когда я росла как специалист, начав с усовершенствования фасада, выглядеть красиво, чем больше я как специалист росла, а моя последняя работа в России была великолепна. Я была экспертом по технологам в питерской компании, нано-косметика. Я путешествовала по всему миру, учила косметологов в Швейцарии, в Тайпее, в Сингапуре. Я не буду перечислять страны, где ее носила. Это не было всю жизнь, это был какой-то этап в моей жизни. И вот чем больше я росла как специалист, тем больше я понимала, что на самом деле главные запасы молодости, красоты и здоровья у нас внутри. И так как я честна с собой, с профессией, в один момент я ушла из традиционной медицины, сменив халат на более простые одежды. Я тебя очень хорошо понимаю. То есть если учитываешь, что я психиатр, нарколог и психотерапевт, то, конечно, очень хочется лечить словом и делом, убрав таблетки из жизни людей и дать им возможность включить свой собственный внутренний резерв. Видимо, ты именно это и делаешь. И вот это то, чем я посвящу остаток своей жизни, я вообще поклонник превентивной медицине, профилактической медицины. И вот как раз я не являюсь традиционным преподавателем йоги, а я врач, который использует инструмент йоги и медитации для профилактики, для исцеления. Это как бы техника. Она великолепна. Помните фильм «Обыкновенное чудо», когда спрашивали, охотник охотится? Нет, он пишет книгу про охоту. Я знаю, что ты книгу написала, но продолжаешь заниматься йогой ежедневно. Кстати, книга – это был способ исцеления меня самой. Ой, так часто очень бывает, когда человек начинает писать. Но я бы ее никогда не опубликовала, если бы не появился смысл. Там есть смысл. Книга называется «Эволюция любви». Там часть «Голливудские истории», «Интервью со звездами». Я была журналистом, хобби мое было печатаемым журналистом, освещала жизнь русской комьюнити в Америке. А вторая часть – «История любви». И там шесть историй. Я дала им другие имена, но это, конечно, мои истории, по секрету скажу. И вот каждая из этих «Историй любви» – это разная форма любви. И это и есть эволюция человеческой эмоции любви. Она начинается с простых вещей, с животных инстинктов между мужчиной и женщиной. Страсть, секс, нижняя чакра. Через это проходят все. И чем больше ты в этот океан бросаешься, тем больше ты растешь дальше. Сексуальная, потому что вторая чакра всегда шестая. Начинается так. Потом эта эмоция проходит через материнство. Абсолютная любовь к ребенку. Это у меня через письма еще не рожденному ребенку выражено. Эта любовь проходит через любовь к родине, через ностальгию. То, что я испытала в полнейшем объеме. Эта любовь тоже, это любовь к своей родине. К своей родине. Эта любовь проходит этап к человеку, который ушел из жизни, а ты продолжаешь его любить. И эта любовь кульминации, потом она подходит к любви к себе, как к пониманию души, как к части вселенской. Скажи мне, вот взяла ты ручку и начала писать на листочке. Или в компьютере. Десять лет писала? Десять лет. Как ты это делала? Да, это очень важно. Мы знаем, что Дарья Данцова исцелилась от своих каких-то болячек. То есть мы знаем очень много примеров в историческом аспекте. Если мы посмотрим, что люди, взявшие в руки перо, действительно могли решиться и какие-то и психологические, и физиологические проблемы. Ты какую решала, когда писала? Это очень интересный вопрос, потому что когда я уезжала из России, мой ментор и врач-психотерапевт, она мне сказала, любви не существует. Посмотри на эти березки, возвращайся сюда, на родину скоро, но любви не существует. Существует только любовь к ребенку. А я говорю, нет, это невозможно. Мне 23 года, это невозможно. Она говорит, возвращайся, через 10 лет мы поговорим на эту тему. И по сути книга моя, вот ответ на этот вопрос. Но может быть просто ты не встретила свою любовь. У меня-то любви как раз, по-моему, очень много. Вот, ты перечислил, у тебя 6 разных любовей было, и все мы их описали, и отработали. Я только перечислила 6. Да, это все отработаны. Ты согласна с тем, что для одной великой человеческой долгой жизни, одной великой любви мало? То есть, что мы в определенном возрасте каком-то можем любить одно, потом другое. И так же точно человек может не дотянуть до нас. Или мы его прочитали, как книгу поставили, он нам не интересен. Или он ушел, нашел другого партнера. То есть, если мы сейчас говорим о старении, может быть, мы увядаем, потому что мы не следим за своей любовью. Она у нас не ухоженная, не поцелованная, не отбеленная, не сверкающая. Точка смотришь, коллега, подруга, вот я сейчас готовилась когда к нашей программе. Я школа Депакчопра, я его ученица, это гений, это врач современности. И он говорит о том, о чем мы все знаем, но имеет смысл это повторять снова и снова. Любовь – это самая большая исцеляющая сила. Там, где исцеление, там омоложение, всегда. Просто человек в любви, когда живет, он когда живет в любви, он не стареет. Почему? Потому что поток прана не прекращается. Любовь – это прана. И разум не стареет. Можно гребню тебя, извини. Очень часто в психотерапии работаем от обратного. А если опустила крылья женщина и некого любить? Вот сидит Емеля на диване, или там вообще никто не сидит, вот нет у нее никого. Как ей оттолкнуться и развернуть все это? Она говорит, я полная, вот пока не похудею, не пойду на танцы, да? Вот я там, я старая, вот я сейчас поделаю маски, не знаю, из навоза, и может быть мне полегчает там. Или там еще что-нибудь. А потом психотерапевт приходит, и мы говорим, да иди ты влюбляйся, а потом ты и похудеешь, и помолодеешь. Не имею права женщину не любить. Женщина без любви – это как поваренок, умирающий от голода на кухне. Ну-ка, ну-ка, интересно, развей ее, попробуй ее. Разовью с точки зрения аюрведы. Есть направление аюрведы, астрологии. Там женщина – это такая планета, которая созидает любовь. Она созидает любовь из всего. Ну, опустили, опустили, скрыли. Это депрессия, силу воли. Нужно силу воли в этом случае стимулировать. Ну как, если у нее нет ни хочучести, ни желания идти флиртовать, нечего дать мужчине? Да, и она одна из миллионов, у которых это тоже нет. Вот как пустой сосуд наполнит светом? Ничего не делать. Просто вот замереть и ждать, пока вот энергия будет подниматься. То есть наши прабабки были правы. Они говорят, надо уползти под корягу, пойти что-то рассказать там в воде, рассказать крану, попутчику. Вообще ничего не делать, так лежать. Поза медузы, все. Да, вот на природе или с детьми. Дети и природа, источники. Вот я вот так понимаю. Ну что, хапнуть детики у детей как-то не очень прилично. Не хапнуть. Вот в том-то и дело. У них много, да? Нет, смотри, не хапнуть, не хапнуть, а восстановить состояние сознания невинности. Ну-ка, ну-ка, вот рассказывай. Это, понимаешь, это одно из принципов йоги. Вот, понимаешь, я другую йогу преподаю. Расскажи про свой. Один из принципов йоги, есть там такое вот, яма-не-яма. Основа йоги — это не асаны. Основа йога — это как вот в Библии, 10 принципов, 5 принципов ямы, 5 принципов не-ямы. Вот с чего нужно изучать изучение йоги. Это великое, безграничное пространство, но не точно не в спортзалах Москвы. Ага. Вот, так вот, одно из принципов ямы — ну, целомудрие, целебаси. Так вот, целомудрие, вот есть целомудрие постоянное, монах выбирает целомудрие своё, да? И оно на всю жизнь это монашество. А есть ещё целомудрие временное. Так вот, это то, чего я женщину раньше учила в Москве, тоже вела семинары. Найти, создать внутри такой уголок целомудрия, островок целомудрия. И вот в такие моменты, когда мужчины обижают, унижают, когда целяешь свою сексуальную энергию, когда вообще себя теряешь, прыгнуть на этот островок целомудрия и восстановить это сознание ребёнка. Уйти в свою комнату и закрыться на ключ. Тоже вариант. Да, можно. Но только дети, вот у них такой живой ум. Василий ждёт тебя на причала. Они в этом состоянии принимают нечистость. Они пойдут. А ты знаешь, кстати, что Камасутру монах написал к вопросу о целомудрии? Он сидел, думал, было время, а у него много. Он рисовал. Может, наблюдал какие-то картины. У него невинный ум. Когда ум невинный, воображение не знает границ. Хороший смысл это слово, если не испорчен человек, как ум ребёнка. Расскажи мне про химчистку души. У тебя есть какие-то отдельные секреты именно о том, что можно докосикацию сделать, и душа молодеет. А молодая душа всё, лужу, паяю, косички плету. Сил достаточно. Расскажи мне. С точки зрения аюрведы, старение — это потеря энергии. И омоложение — это повышение уровня энергии. Любыми способами повышения уровня энергии. И один из способов повышения энергии — это исцеление, травм психологических, то, что ты делаешь, Наташа, как специалист. И квантовая детоксикация. По молекулам отсюда. Квантовая детоксикация. Это, кстати, официальное такое имя. В России продаётся книга «Клин», она называется, у ругвайского врача, где он говорит об этой книге. Квантовая детоксикация. Так вот, моё убеждение, что путь к омоложению, путь к бессмертию — это путь просветления. Так. Путь просветления. Все техники мои... Вчера мы разговаривали с Никой, с нашим дерматокосметологом. Он говорит, о, Марин, здоровый образ жизни. Вот у нас там некоторые здоровый образ жизни ведут и помирают рано. Я говорю... У нас есть даже песня про то, что мы много уже знаем об этом. Да. Вот это вообще лишнее. Вот этот фанатизм по здоровому образу жизни — это вообще лишнее. Но что не лишнее — жизнь в свете. Вот для меня здоровый образ жизни, да, как для женщины, как для человека, как для врача — это жизнь в свете. Ну ты можешь мясо хряпнуть. Конечно. То есть ты нормальный человек, не можешь. Слушай, я приехала в Индию когда к мастерам йоги. У меня же первый класс в Индии был, я настоящий педагог йоги. И он мне сказал, о, йога — это тяжело, не занимайся йогой, наслаждайся, выпивай, наслаждайся. Это и есть йога, умение жить настоящим, наслаждаться. Вот она истинная йога. У меня тоже есть такой опыт, я видела настоящих в Америке йогов, которые едят салат и чмокают, прям, ой, как вкусно, орешек этот жареный в меду, ой, как вкусно. Они говорят, вот это состояние, когда ты радуешься салату, радуешься небу, радуешься солнцу — это и есть медитация. Слушай, смотри, наступает определенный момент, когда тело перегружено, ум перегружен. Тогда выходишь, и вот наступают вот те самые элементы детоксикации. Ты берешь паузу. Я просто прекрасно владею своим телом, я беру паузу. И в эту паузу я как раз... Ну как ты наступ становишься? Вот крокодильчик висит в воде, он ручки опустил, ножки опустил, глаз закатил, все. Мы понимаем, крокодильчик висит, он отдыхает. Он, ну там, свое, точка у него, точка белая, точка магнита, не плюс, не минус, вот серединка. Сколько можно отдыхать? Вот сидишь ты такая умная на рассвете, на закате, вот все, ты такая умная. Я не знаю, понравится тебе мой ответ. Смотри, снег в голове, ты такая вся, вот все, вот все. А близкие хотят котлеток, борщица хотят. А муж еще щупальца тянет тебе, вот сейчас, ему сейчас непременно что-то нужно от тебя получить земного. А ты ум, как долго в этом состоянии можно быть? У меня такого нет, у меня нет ни котлеток, ни мужа, я вот в ум сколько надо. Это печалька, в том дело, что когда женщина пишет письмо, она же говорит, что я хочу любви, удачи, здоровья и денег. Если мы совсем идеальные, со снегом в голове, мы, это круто, но а другим что? Дисциплина, внутренняя дисциплина, 30 минут утром, 30 минут вечером. Мне просто вот не надо... Не все время в этом состоянии. Понимаете, вот я скажу тебе, я развивалась духовно очень много и сильно, у меня было полное погружение. Пока один момент, я пришла к такому состоянию, когда людей рядом нет. Ом и ничего больше. Вот, я в этом. И тогда я как бы поняла очень-очень... Я в Индии ездила, я в Русалин ездила, я по всему миру, я по монастырям очень много в кайф мне было. И потом я поняла одну такую вещь, которую вот я хочу со зрителями поделиться, она очень важная, она очень глубокая, эта мысль. Мы здесь не для ангельской жизни. Мы здесь для опыта людей. Это значит любить, это значит ошибаться, это значит предавать быть преданным, это значит переедать, это значит бухать, и потом снова очищаться. Вот наша... Как много у меня впереди еще. Понимаешь? 40 лет жила, как надо. Когда это я поняла, у меня, даже вот сейчас все мои социальные сети я веду как здоровая сексуальная женщина. Мне все равно, что обо мне говорят, но один раз я поставила пост, но чтобы люди не осуждали, что я вроде педагог йоги, но я вообще-то была и модельную школу закончила, я все это и врач, понимаешь? И как бы вот наслаждаться. Мы здесь, вот когда достигаешь определенного духовного роста, вдруг понимаешь, что на самом деле мерило просветление, мерило две вещи. Вот надо смотреть, как к людям человек относится, да, служение, как он относится, сколько он света дает. И, собственно говоря, и сколько улыбки у него на лице. Вот ничего другого. Принято. Ничего другого. Принято. А помнишь, ты говорила, утренняя медитация, для того, чтобы взять себя быстренько в руки и наполнить себя светом, когда внутри пустота, оказывается, нужно просто вот утром ты лежишь и вспоминаешь, что я хочу. То есть хочу пойти там, не знаю, на педикюр, хочу кофе, хочу вкусную пироженку. То есть ты рассказывала, а хочу-хочу, надо начинать. Ну вот мы говорили, вот это вот, как медицинный стиль жизни же я занимаюсь, да, вот как усовершенствовать свой стиль жизни простыми какими-то моментами. Вот первый вот этот вот совет, начинать не с надо, а с хочу. Точнее, с удовольствием, с удовлетворением. Утро, с кайфа начинать. Не с нужно, а с кайфом. Понятно. Вот дети собираются в школу, мама, где носки? Я не хочу думать об этом. Мужка, я ключик машины, я не хочу думать об этом. Да, это бытовая история. Я пироженка хочу. Я сейчас неделю провела со своими малышами, он в 5 утра проснулся и говорит, хочу мультик. А я его обняла, и мой кайф был обнять ребенка. Просто этот кайф нужно искать в ситуации. И включила мультик, или только она обнимала ребенка? Я говорю, часик мы с тобой поспим, и потом мультик мы смотрели, и я кайфовала от Маши и Медведя. Понимаешь, то есть вот в этих бытовых ситуациях кайф нужно находить. Поняла. Вот как бы в глубине этой. И кофе сварить чашку. Получается, что все зависит от внутреннего настроя. То есть как человек сам себе объяснил. Вот пришел ребенок в 5 утра, требует мультик. Если бы ты классически думала, то скорее всего бы ты показала бы дорогу, куда ему надо идти. Внутренний настрой зависит от уровня сознания. Очень глубокая мысль. Еще раз на человеческом языке. Кундалини и йога – это способ повышения уровня сознания, ничего больше. Повышение уровня сознания. То есть мама не бездельничает, мама медитирует. Ушла в другую комнату, и все. И ты в нирване. 30 минут утром, 30 минут вечером. Ничего не надо мудрить больше. Всегда можно найти 30 минут. Но, конечно, очень часто этого не происходит. Все знают, что надо бегать по утрам. Если мы сейчас скажем, люди, не курите. Вам покрутить по вискам. Мы просто делимся тем, как правильно. Это правило дорожного движения. Не езди на красный, тебя все равно. Ну, с первого, так со второго раза точно ударят. Наташенька, это не правило дорожного движения. Это дополнительные бензозаправки для твоей машины. Так. Я вообще правила дорожного движения не соблюдаю. Я знаю, сколько это. Ну, что американки едят? Расскажи, чтобы заправляться. По поводу медитации. Медитации – это способ возряжения тебя энергии. Правил там нет. А по поводу того, что едят. Я вам сейчас расскажу три простых секрета для омоложения организма в питание. Хорошо? Очень просто. Они великолепные и простые. Первый принцип – пища должна содержать энергию. То есть, когда ты делаешь выбор между замороженной едой, между консервированной едой и свежей с огорода, соответственно, какая еда содержит больше всего жизни? Та, которая с огорода. То есть, ты не превращаешься… Ты не работаешь на переработку своей пищи, а пища дает тебе энергию. Это первый принцип. Второй принцип, он тоже очень простой. В твоем холодильнике, на твоем столе должны быть продукты разных цветов, вкусовых ощущений и форм. Потому что мы питаем не только физическое тело, но и тонкое тело. Оно невидимое, оно гораздо больше, мощнее, имеет гораздо большую роль, чем в нашей физическом, в нашей жизни. И третий принцип – та компания, в которой ты едешь. Ну, гамбургер в машине, мне в кайф тоже. Но если вот с тобой мы обедали, помнишь, или ужинали, да? Сознательная приятная беседа, приятная отмассовка, сознательное потребление. То есть, опять же, эмоциями наполняешься. Питаешь не только едой. Как итальянцы могут начать в 4 часа дня есть и как нести, разойтись. Да, не только итальянцы, греки тоже, гурманы в этом отношения. Вот три простых принципа для вложения организма. Ну, конечно, и пищевые добавки. Но это отдельная тема. Скажи, Голливуд прям весь сидит и ест прям банками, ведрами все это, да? Они создают эти линии и зарабатывают на этим деньги. Нет, ну ты же говорила, что ты была у голливудских звезд, у них там батареи стоят. Да, правда, это правда. Правда? Правда, да. И прям в ведрах вот этих, да? Да, в ведрах просто их много, и там большой выбор, и они действительно это употребляют, но это работает. Потому что, объясню почему. Вот смотри, наша фабрика, тело, о которой мы говорили, да, есть вещи, которые она может производить, а есть вещи, которые фабрика не производит. Что такое пищевые добавки? Это не герболаев, который мы все... Да, я все понимаю, да. Уже наелись уже все. Да. Пищевые добавки – это то, что наше тело не производит. Но это исключительно важно для того, чтобы мы... Вот мебельная фабрика. Дерево не производит. Мы его поставляем, чтобы была качественная фабрика, эта мебель. То же самое пищевые добавки. Мы добавляем в биохимические реакции, в процесс магии, то, что тело само не производит. И с этой точки зрения пищевыми добавками может быть что угодно. Но это то, что нужно нам. Я все понимаю. То есть и пророщенное зерно, и тут же мед, все, что наши прабабки ели, они просто не называли это добавками, но то, что сейчас все пакетируют и дают нам в удобной форме, это удобно. И вот я хотела сказать, что медицинного матела и стиля жизни, который врачом, который являетесь в школе Депака Чопра, там главный принцип очень простой. Ум первичен, тело вторично. Ну, знаешь что, это кирпич вселенной. В любом случае, ты такая умная, но если он забарахлел... Нет, нет, я скажу вторая фраза. Смысл в том, что верит или не верит на наше тело, наш ум создает наше тело. Это верит. Наше тело. Вот и я, когда вот у меня семинары по омоложению организма, я не обещаю своим женщинам тело десятилетней давности, потому что это устаревшая модель. Что мы делаем с моими клиентами, пациентами, соседями? Мы создаем модель 2022 года. И чтобы эта модель была качественнее, чем модель 2018 года. Я читала твоя жизненная кредо о том, что не надо ни с кем соревноваться, будет лучшей версией себя. То есть получается, что даже в 60 можно выглядеть лучше, чем выглядела в 30. Слушай, у меня подруга голливудская, Синтия Ротарок, известная человек в России, мастер боевых искусств, 50 фильмов, главная героиня, удивительнейшая женщина. Я перед отъездом сюда ее пригласила в русское спа. Ей 61 год. Она выглядит как бомба, секс-бомба. У нее драйв, она сейчас на Фидже в Японии. Я ей говорю, слушай, Синтия, какое у тебя самое лучшее время в твоей жизни было? И она мне говорит, ты знаешь, Марин, я всегда следовала одному принципу, мое лучшее время сейчас. И она так зажигает в 61 год. А как она в 40 зажигала? А это был Брюс Ли в женском фильме, она была очень популярна. Ты можешь расшифровать, зажигала? Это просто человек путешествовал, танцевал, пел, занимался спортом или прямо в раздудыке? Ну, она зажигала по-своему, потому что она боевое искусство, она даже соревнуется с мужчинами на ринге. Она соревновалась с мужчинами на ринге достаточно. И у нее вот сейчас такой график жизни, она каждый месяц в новой стране. Она семинар, она работа, у нее драйв постоянный, нон-стоп. Я ее встречаю, она с этой порталой приходит, она уже расспрашивает о моей истории любви, не переключаясь. Понимаешь, такая вот энергетика. Но это еще энергетика успеха. Понимаешь, интерес к жизни. Я недавно книгу в Голливуде нашла по омоложению организма. Знаешь, там что номер один было? Что важно, чтобы вы не старели? Ты никогда не поверишь. И зрители наши не поверят, дорогие. Работа. Любите ли вы свою работу? Представляешь? То есть получается, что если мы не хотим стареть, вот один из секретиков тоже, найдите тот труд, который приносит глубокое удовлетворение. Вот моей маме сейчас 84 года, она акушер-гинеколог. И на протяжении всей жизни она работала в одном и том же месте. И она мне рассказывает о том, что когда она вынуждена была уходить на пенсию, она была уверена в том, что ей не дадут покоя, что акушер-гинеколог, оперирующий единственный, что ей будут ночь, полночь звонить, спрашивать там совета, просить прийти. И она говорит, я так трагично переживала то, что никто не просит меня поучить, и что я совсем покинула свое рабочее место. Вот хотя бы два раза в неделю бы меня приглашали, вот я бы приходила как почетный человек, и то мне было бы легче. Действительно, она говорит, я на какое-то время даже не хотела ни краситься, ни одеваться. И вдруг вот наступил такой момент, когда я поняла, что окей, это всего лишь работа, я очень люблю ее, но она для меня закончена. И нашла другое для себя применение. Это желание быть нужной, это вот даже другое немножко с моей точки зрения. А разве это не есть молодость, когда тебе другие люди говорят, спасибо, 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 ты молодец, да? То есть получается, тебе нужно стать лучшим в какой-то сфере деятельности. Я знаю, что у тебя есть какие-то секреты, связанные с водой, воды у меня нет, но я тебе налью вкусного клубничного чая, расскажи, и себе налью, и буду тренироваться. Просто очень, 70% тела вода, да? И две техники можно, ну, первое, это представление, медитационная практика ежевечерней, когда представляешь себя в горном ручье, и горный ручей протекает через тебя, очищая, каждую клеточку ты просто очищаешься, вот просто отдаешься этому горному ручью. Лучше всего, если такой опыт был. И второй момент, вот любая водичка, прям специально, вот как живую воду, представлять, заряжать ее своей энергией, и техника для подсознания, вот такая фраза, мой биостат настроен на организм, и на 10 лет моложе возраст, например, там, 29-летней молодой женщины. Прекрасно, этот возраст меня полностью устраивает. 10-15 лет, но не более. Реально мы можем биологически омолодиться 10-15 лет. И вот так вот 3 дня водички наговаривать, пить, и подсознание будет подстраиваться, оно будет физиологически менять биологические часы организма. Ну, я знаю такую практику, что у Любови Орлова очень боялась стареть, и у нее были большие портреты в самых эффектных ее образах в довольно юном возрасте. Она ходила, все время смотрела на эти портреты и говорила, что я беру оттуда себя молодую, и эту матрицу надеваю на себя, каждый день надеваю на себя свою молодость. Я использую эти техники в своих классах, семинарах. Я прошу женщин принести фотографии, где они 15 лет моложе, и учу их, как вот обставить комнату. Кстати, Стэнфорд и Гарвард делали великолепный ученый эксперимент, абсолютно официально. Я даже встречалась с этими людьми и учеными. Они что сделали? Они привезли людей за 70 на неделю, и они создали им атмосферу 20 лет назад. Музыка, еда, фильмы, реально на неделю. Ах, какая прелесть, погружение полностью. Ученые, Стэнфорд. Надо же. Замерили биомаркеры до и замерили биомаркеры после. Официально у всех 15 лет разница. Получается, что, дорогие друзья, для того, чтобы не чувствовать себя старыми, нужно искать, во-первых, свою стаю, где тебе комфортно, именно тех людей, которые тебе приятны, с которыми тебе хорошо. Не выбрасывать самые важные документы и медали. Я думаю, что если мы погружаемся, если был такой эксперимент, я думаю, что очень часто серебряный подстаканник или награды ваших предков, или антикварные какие-то вещи, просто купленные в магазине, иногда могут делать нас моложе, только потому, что они старше, чем мы. Ну, просто надо уделять внимание психологическому омоложению и биологическому омоложению. Это две разные техники, два разных способа омоложения. Ну, вот еще два слова буквально спрошу у тебя. Я знаю, что звезды Голливуда разделились на два лагеря. Одни, как все, как резиновые куклы, одинаковые, уже вымеренные циркуля. Может, смотришь на них, ну, вот правда, ну, страшно. Вот смотрю иногда и думаю, господи, под копирку один и тот же хирург делал. А другие, наоборот, говорят, старьтесь красиво, не стесняйтесь своих морщинок. Это ваш опыт. Ты к какому лагерю относишься? И чтобы объединять и пластическую хирургию, и технике йоги, но акцент все-таки на раскрытии упражнения покажем, которые все звезды Голливуды делают. Давай, друзья, голливудское упражнение. Нет, это очень простое упражнение в России тоже делают. Это дыхание огня так называемое. Да, вот руки на 30 градусов, пальчик вот так вот отводим, расправь локотки немножко повыше, 30 градусов, да, глазки закрыты. И вот начинаем дыхание, как вот собачка, когда хочет она пить, вот так вот. Вот в таком режиме живот работает. И потом просто рот закрываем и так же продолжаем работать с животом. И вот так вот в течение трех минут, потом вдох на задержке дыхания между собой. Подолго держать. Открыть. Наташа, посмотри. Не отпускай, не отпускай дыхание. Давай, открывай ручки. И на выдохе. На выдохе. Вот это энергетическое дыхание, оно как чашка кофе. На работе, вместо того, чтобы пить кофе, вот сделать такое упражнение. Три минуты. Солнечное сплетение. Бронический центр распределяет энергию. Прекрасные техники омоложения. Спасибо тебе большое. И голливудские звезды это используют. Спасибо, что ты пришла. Мне очень приятно. Всем любви и добра, друзья. Доброй любви.